привет дорогие друзья если вы смотрите это видео значит вы находитесь на канале когда не дома хобби на родных просторах чему я очень рад и с чем я вас и поздравляю в данный момент я направляюсь на место где сейчас установлена мачта которую предстоит демонтировать и перевести на мой участок со мной едет мой старый друг и тезка серега который любезно согласился мне помочь в этом деле у него есть достаточно богатый опыт монтажно-демонтажных работах подобных конструкций да и к тому же он существенно раза в два наверное полегче и покомпактнее меня ему будет намного проще забраться на эту мачту чем не с моим брюхом едем мы в данный момент чисто на разведку чтобы серёга мог забраться на мачту и посмотреть что нам может понадобиться для ее демонтажа когда мы уже приедем этим заниматься какой инструмент какие приспособления ну и чтобы просто так попросту не лазить на эту мачту он наверное сразу снимет нее сегодня поворотку езу g-800 я ее увезу домой посмотрю там пощупаю почищу ну если потребуется сделаю ей профилактику все-таки два года стояла без дела мало ли что посмотреть на всякий случай сейчас мне предстоит подобрать сергея в условленном месте и мы уже тронемся в путь до конца до самой точки куда 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 едем так что не отключайтесь и далеко серёга героически без страховки 15 метров красавица сразу видно человек старой закалки турист горник альпинист шабак тут ты хороший пес ну почти забрался чё там серёг ну есть есть такие ключики есть а на второй заход серёга пополз за повороткой уже с инструментом крапкается так ну сейчас задача снять саму поворотку и кабель может так случится что с кабелем то будет даже сложнее потому что он проходит через чердак радиорубку там заделано все и пены и все так правильно сделано что очень надо будет думать поворотку забрали доехали тут рядышком совсем 100 метров буквально до реки первый раз этом году на реку вышли ой как хочется уже искупаться но еще конечно рановато нет конечно и сет самое набраться смелости в принципе это мне как тюленю можно красота какая а вот на том берегу он то место вообще сглаз на мне нравится вот сейчас я увеличу покажу крутояра на нем такой лесок шикарный ладно едем домой надо поворотка так ну что поворотку я привез вот она в таком вот виде пульт сам редуктор и длиннючий кабель метров тридцать а может даже и больше откровенно говоря не мерил может даже и метров 40 пришлось ездить два раза когда сергей снял ее с мачтом погрузили все и редукторы дни и кабель а пульт забыли за пультом вчера ездили вместе с младшим сыном забрали вот ну все вроде замечательно работает пришлось немножко поворотку поднастроить но она долго стояла вот немножко некорректно показывала углы поворота ну скажем так градусов на двух на на 20 можно 25 ошибалась вот и индикатор перехлёста тоже немножко ошибался в общем все поднастроил все здорово никаких проблем нет поворотка работает и таким вот нажатием без фиксации все крутится в обе стороны все замечательно концевики ну в смысле конечное положение отрабатывает четко встает как надо очень все замечательно но тем не менее я ее все таки разберу но не в том смысле что полностью разберу я сниму эту вот крышку со всем этим хозяйством вот посмотрю как там в каком состоянии редуктор повращал обе стороны вроде никаких посторонних таких неприятных хрустов не слышно но тем не менее она довольно долго работала потом еще два года стояла без дела вот есть смысл разобрать посмотреть чтобы перед монтажом но перед монтажом чтобы потом уже поставить быть уверенным что там все в порядке чтобы не получилось так поставила через полгода полез и и ремонтировать или делать и профилактику вот ну в общем как разберу включусь снова не убегайте далеко так ну вот редуктор я разобрал снял с него кольцо обойму под шарики снял башку вот и сейчас снимаю шарики шарики снимают смазка есть внутри сухо внутри явно влаги не было все замечательно чисто но смазочка уже такая мягко говоря грязная либо она такая должна быть вот кто в курсе в комментариях расскажите есть смысл здесь как-то почистить сам редуктор вот эти шестерни не разбирая аккуратненько так может быть почистить и свежей смазочки добавить и какой смазки лучше ли то вряд ли сюда поймет по пойдет или то на морозе дубеет сюда надо что-то что-то такое что на морозе не задубеет вот надо ли поменять под подшипниками вот здесь от этих местах точно смазку надо поменять ее здесь уже почти нет она здесь здесь уже сухо едва-едва только пленку от старой смазки осталось и там так же вот было здесь такая же ерунда здесь однозначно надо смазку добавить бы давайте браться коллеги в комментариях пишите есть смысл менять смазку в редукторе сама в шестернях или нет и какую смазку и туда и сюда подшипник намазюкать итак второй день возьбы с повороткой езу g800 с а сделал я ей профилактику поворотка полностью готова к установке на мачту их долгой и счастливой работе значит что было сделано особо ничего делать не пришлось единственное что пришлось немножечко разобрать это я снял кронштейн с переменным резистором обратной связи в самом ротаторе немножечко поправил его положение получше закрепил на нем шестерню законтрил шестерню винтиком получше посадил его в качестве фиксатор резьбы на цапон лак на фиксатор резьбы на полноценный сажать не стал мало ли придется когда отворачивать отвернуть не получится запом лак вполне сносно справлять с этой задачей что еще значит очистил вычистил старую уже высохшую практически смазку набил туда новую аккуратно без избытка чтобы не лезла со всех щелей чтобы внутри ничего особо не пачкалась смазку взял вот такую манноль это смазка для шрусов молибденовая содержанием графита весьма неплохая смазка многие ее рекомендуют именно для этой цели и в общем то недорогая вот эта туба 400 грамм стоит всего 280 рублей и хватит ее на всю оставшуюся жизнь еще и машину куда не приспособлю поворотку полностью настроил она была немного немножко были сбиты настройки вот давай сейчас посмотрим поехали и да кстати после переборки и смазки она естественно стала работать намного мягче тише вот все она поехала стрелочка есть тоже поехала внутри разбирал значит пульт управления тоже там было пыльно убрал пыль с чистой мягкой тряпочкой когда процессе разборки и настройки потерял один шарик пришлось купить 303 подшипник вот разобрать его сепаратор с него высверлить и вынуть так шарик там подходящий шарик 9,525 миллиметра вот многие говорят девять с половиной это неверно такого стандарта нет девять пятьсот двадцать пять идеально подошел все на место встал как родной так ну сейчас мы доедем до 180 и по идее должна четко остановиться полный оборот на 360 градусов исключительно так едем обратно поехали обратно все замечательно когда сделать полный оборот 360 градусов то и зайдет за отметку немножко зайдет за отметку 180 направлении по часовой стрелке то есть где-то будет 185 градусов должен будет загореться светодиод перехлёст а ну то есть как бы перед переходит уже ли лишнего индикатор не сейчас мне положительно прям нравится как сейчас она работает по звуку по когда я привез включил там похрустывала ну было слышно что суховато внутри то есть а сейчас из переночки все смазал все хорошо все канавки все ручьи куда укладываются шарики смазал сейчас все бегать здорово и без шума сравнительно так вот сейчас 180 на 180 его сточный цель загорелся свет идет все здорово и должна она доехать паси до 270 градусов то есть должен сделал на 450 градусов полный ход получается вот можно сказать почти там чуть-чуть два градуса не добежала и так профилактика ротатору сделано он теперь почти как новый и ждет своего часа для установки на верхушку мальчатый для долгой и надеюсь счастливой работы а следующим этапом моей антенны мачтовой эпопеи будет собственно демонтаж самой мачты по моим прикидкам это должно произойти в следующие выходные если не помешает погода а пока что я готовлю приспособление для последовательного снятия секции мачты сверху вниз разумеется весь процесс демонтажа будет документироваться все будет сниматься на видео и впоследствии все будет показано вам в очередной серии нашего маленького сериальчика не пропустите а на этом я буду завершать данное видео спасибо что смотрели спасибо что заходите на канал не забывайте подписываться не забывайте нажимать на колокольчик пишите в комментариях ставьте палец вверх или вниз зависимости от того понравилось вам видео или нет и самое главное будьте здоровы всегда вам рад пока пока